Проверка микробовона. Раз-раз. Раз-раз. Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эймери. И сегодня у нас с вами опять же будет Макубанк. Со всеми этими вкусностями. Здесь у нас пицца очень-очень аппетитно выглядит. Я впервые заказываю этой доставки. Я просто в восторге от них. Говорить, какая доставка я не буду, потому что вы меня задрали. Как только я говорю, например, чудо мне нравится. Все сразу пишут, о, чудо тебе заплатил. Да ладно, ребят, вы чего? Во-первых, посмотрите, какая толстая пицца, как много начинки в ней. Как же это вкусно! Вчера я что-то приболела, у меня был гриб. И я такая испугалась, запаниковала. Думаю, все, коронавирус. А с другой стороны, думаю, я ни с кем не контачила, откуда у меня коронавирус. Сразу выпила тарафлю, таблетки. Легла спать. Вы знаете, впервые в жизни я почувствовала, что мой брат действительно меня любит. Он так переживал за меня. Он мне на дню сто раз звонил. Как ты себя чувствуешь? Как ты чувствуешь себя? Обычно он такой, знаете, сдохнешь, я тебя похороню. Вот так вот относится и ко мне. А тут такая забота. И реально как-то удивительно для меня было. Я просто человек, который никогда заботу от брата никогда в жизни не видела. То есть вот эти все мусси пустит, там сестреночка моя, он это все не любит. Какая вкусная пицца, ребят. В общем, звонит он мне на дню раз в 30. Ну, в общем, много раз звонит. Я говорю, я хочу заснуть. Я сейчас выпила тарафлю и все такое. Хочу заснуть. Говорит, вот выпей это, то не снимай видео. Я говорю, как не снимать? Я говорю, я не могу не снимать. Я просто... Я просто реально дышу этим. Вот многим кажется, что ни один блогер не снимает два видео в день. И это слишком, да. Но я реально дышу этим. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Вот прям вот так вот. Когда мне хочется бросить работу и просто на дню по пять видео снимать. А потом я думаю, если так будет, то я очень сильно поправлюсь. Так вот, история осталась наполовину. Я подумала, что у меня коронавирус. Ну, на следующий день, после того, как я выпила тарафлю, я себя замечательно чувствую. Температуры уже нет. И все замечательно. Знаете, где я заболела? Я не знаю, я видел, вам говорила или нет. Может, даже и говорила. Я уже, знаете, не запоминаю, что я говорила, что нет. Так что слушайте еще раз. Еще раз. У нас дома выключили газ. Потом свет. В общем, из-за этих неполадок. Отопительная система. У нас это называется комби. Она находится на балконе. Она, кстати, не работала. Я позвонила по видеосвязи двоюродному брату. И он мне объяснял, как, что, на что нужно нажать. На улице был ужасный ветер. И реально было очень холодно. Я без куртки вышла на балкон и целый час настраивала вот этот вот комби. И вот тогда я заболела. Ну, сейчас я себя замечательно чувствую. Еще такой момент. Все вот столько кипиша наводят. Все такое, типа, так много людей умирает. Ну, по идее, смотрите, от гриппа умирает. Я посмотрела статистику. 650 тысяч человек в год. Если сравнивать это же с коронавирусом, то коронавирус это фигня. Если честно, на меня тоже сначала прям, знаете, такая паника нашла. А потом как-то я так подумала. Это что-то вроде гриппа. Просто который очень быстро передается другим людям. 3% смертности, это немного. Но будем надеяться, что мы выиграем в этой победе. И скоро все будет замечательно. Просто в такие моменты, когда ты болеешь, там, не знаю, везде паника и все такое, ты понимаешь, насколько твои близкие тебя любят. Это реально очень приятно, потому что за всю жизнь, за все 23 года в первый раз я вижу, чтобы брат как-то волновался насчет меня. Я помню в детстве он очень ревновал родителей ко мне. И мама рассказывает, когда мы были маленькие, у брата была большая голова, у него какая-то была патология. Но сейчас уже все прошло. Ну, в общем, он не мог нормально ходить, а вот так вот полз. И так как много внимания со стороны родителей было направлено на меня, он полз под кроватью, там сидел и плакал. И делал вот так. Представляете? Я говорю, ах ты ревнивый засранец. Ай, сейчас волнуется. Я хотела прикольнуться над ним и вообще симулировать, что типа у меня то самое серьезное заболевание может быть снять пранк какой-то. потом подумала, да ладно. Мне почему-то всегда кажется, что если я сниму пранк, все будут думать, это подстава. Нет, это 100% подстава. Как вкусно! Я забыла сказать, как это вкусно! хорошее настроение, я не знаю почему. Кстати, завтра снимаю для вас влог, как мы идем покупать телефон, а какой я вам не скажу. я думаю, будет интересный влог. Там как раз в магазине будем рассматривать телефоны. получится интересный влог, я думаю. Вообще, больше будет влогов, так как вам нравится. Все под прошлым влогом отметили, что у меня перхоть. Какие вы у меня внимательные, заботливые. Вот сейчас нету. Просто в этот день я использовала не тот шампунь, который использую всегда, потому что он у меня закончился. Я всегда использую Клэр. Правильно он так, да, называется? Ну, в общем, когда я им не пользуюсь, у меня сразу появляется перхоть. Я не знаю почему. Мне все пишут, вот мы никогда у тебя не замечали перхоть, а во влоге заметили. На самом деле, у меня никогда и не было перхоти, именно потому, что я использую тот шампунь, вот этот вот Клэр. После него, кстати, вообще перхоти как нету. Не бывает просто. Обожаю папирони. А еще вчера была суббота, я решила пойти на ярмарку. У нас вот прям недалеко от дома есть ярмарка. Кто не знает, это типа дачники приезжают со своими, не знаю, овощами и продают их по дешевке. Там бывает много народу. Я решила, почему бы не сэкономить, когда ты живешь одна и весь бюджет на тебе, ну, не учитывая бабушку. Ты начинаешь думать, как же сэкономить. Купила там брокколи, овощи, фрукты. Я, знаете, такой человек, я ем один мандарин, вот реально. Я не наедаюсь. Я должна съесть минимум 5 мандаринов, 6, чтобы вот как-то почувствовать этот вкус. Это немножко странно. Хотя вы, наверное, знаете, да? Ну, когда я кушаю чуть-чуть, я совершенно не наедаюсь. Вот совершенно. Поэтому пошла на ярмарку и по дешевке все это купила. Я купила брокколи за 1 манат 50 копеек. Ну, это вообще смешная цена за брокколи. А огурцы как с помидорами подорожали. Я как бабка старая, да? Вкусняшка. Вкусняшка. А еще мой брат сказал, что мой же парень, он же в Италии, и там типа вспышка коронавируса и все такое. Мой брат говорит, что когда он приедет, не надо сразу с ним видеться, пусть 14 дней отсидится дома, потом увидитесь. Если увидишься, я тебя убью. Не дай бог с тобой что-то случится. У тебя слабый организм, ты девочка. Я такой сказал, да, окей. Ой, настроение хорошее. А завтра мне еще в налоговую идти, и это связано с работой, а не с Ютьюбом. По идее, эти вопросы можно решать онлайн, но что-то я там не разобралась. Вот я, в принципе, хочу снять весь свой день, потому что завтра у меня режим дня такой. Сначала я иду на работу, потом я иду в налоговую, решаю там все свои проблемы. Затем уже я иду в бургер-стейшн, и мы с Улькер снимаем видео. После этого я возвращаюсь домой, переодеваюсь, иду к моей подруге Шейле на работу. Мы с ней вместе идем покупать телефон. И вот такой вот насыщенный, интересный по идее день. Мне кажется, налоговую тоже можно включить и поснимать там тоже. Просто я не уверена, что там можно снимать. И еще мой босс тоже немножко против того, чтобы во влогах светилась работа. Вы знаете, когда я начинаю что-то рассказывать, мне невозможно заткнуть. И иногда может быть такое, что, например, я скажу или покажу какие-то документы, которые не стоит светить в интернете. Поэтому мы договорились на том, что на работе я не снимаю никаких сторис, никаких видео. Вот. Вот реально, вот я когда, например, даже сижу, кушаю, с вами болтаю, я начинаю рассказывать какие-то истории. Может быть, какие-то, которые даже я не собиралась рассказывать. Но не знаю. Вкуснотища. Просто вкуснотища. Это лахмаджун и пицца папирони. В конце видео сказала. Поэтому я не знаю, что именно включить в свой влог. Но надеюсь, что получится интересно. Давайте лахмаджун возьму. Вкуснотища. Здесь еще кусочки мяса, лук. Вашпи вкусно. Я впервые вообще лахмаджун попробовала, когда я была в 10 классе. Но если честно, мне вообще не понравилось. Я подумала, что это за вкус. Непонятно. Но теперь я просто его обожаю. Тем более, он очень бюджетный. Мамаджун стоил всего 2 моната. И давайте немножко поотвечаю на вопросы. Тут вопрос. Обсуди, пожалуйста, тему краж. Я реально хотела вам рассказать историю одну, которая случилась с моим знакомым. почему я это рассказываю, чтобы вы тоже не наступали на те же грабли. У вас, например, в Азербайджане айфоны, они очень дорогие. Дороже, чем, например, в Америке или в России. Не знаю, с чем это связано. Какая-то монополия и все такое. И мой один знакомый видел в Инстаграме страницу, который продавал айфоны ну, типа, из Дубая. Очень дешево. Но не подозрительно дешево. Например, официальная цена 700 долларов он продает до 750. Но зато здесь в магазинах этот же телефон стоит 900 долларов. Например, так просто, чтобы вы сравнили. И он подумал, как классно. Договорился с этой Инстаграм-страницей. И они сказали, что они работают со стопроцентной предоплатой. То есть ты переводишь деньги на их счет. И после этого тебе отправляют телефон. Он для пробы решил заказать один. И ему все пришло в целости и сохранности. Все замечательно. Прошло некоторое время. Он подумал о том, что можно заняться таким бизнесом. Но реально найти здесь клиентов на айфон, взять у них предоплату, отдать эти деньги сразу этому человеку. Он привезет тебе. Не то, что привезет, пришлет тебе эти айфоны. И он подумал, идеальная схема, можно не отрываясь от работы, заниматься этим тоже. тем более человек уже проверенный. Один раз отправил. Круто, да? Можем доверять. И как получилось? Оказывается, это мошенническая схема. Он берет, отправляет деньги на пять уже айфонов. Причем берет эти деньги у своих знакомых, чтобы как бы перепродать им. И получается, что этот человек ему пишет, что вот, посылка доедет до тебя, вот такого-то числа. Дает какой-то трек-код. Я тонкости там не очень хорошо знаю. Он ждет, проходит неделя, не приходит. Начинает писать на WhatsApp этому человеку. И получается, что человек просто взял и заблокировал его. И тут он просто в шоке. Пять айфонов стоит недешево, так скажем. Причем, как всегда, все заказали последние айфоны. И он просто не может поверить тому, что его просто кинули. Ждет неделю, вторую. Начинает с разных профилей писать на Instagram странице вот этих вот мошенников. У них, кстати, много было подписчиков, много лайков. Вот. Что это мошенники? Они берут и блокируют этот аккаунт. Он пишет с другого аккаунта, они блокируют и другой аккаунт. Он уже не знает, что делать, обращается в полицию. Как вы думаете, что сказала полиция? Они сказали, что это, ну, типа, твоя вина. Из-за этого не будут открывать дело, ехать туда, в Россию, искать этот... этого человека. это не такая уж большая сумма, чтобы из-за этого вот так напрягаться. Ну, типа, это твоя глупость. Почему ты доверяешь человеку? Непонятно кому. Прикол, знаете, в чем заключается? Что с первого раза его не кинули. Специально. Потому что все знают, что с первого раза никто не будет отправлять крупную сумму. по одним айфонам что они там заработают? Ничего. Они знали, что если один раз они отправят этот телефон, нормальный телефон, который хорошо работает, во второй раз обязательно будет еще один заказ. И как видите, когда уже было 5, по-моему, 5 было, может быть, я ошибаюсь, было и больше. То есть на кругленькую сумму наш знакомый просто так попал в яму, можно так сказать. И получается, что люди, которые дали ему деньги на этот айфон, они же ни в чем не виноваты, что он кому-то доверился, ему пришлось эти все деньги отдавать этим людям. Он взял кредит, отдал всем деньги и сам потом выплачивал этот кредит около двух лет. Так что вот такая вот история, к чему это я вам говорю. Я считаю, что такие истории нужно рассказывать, чтобы в дальнейшем, например, вы не наступали на те же грабли, которые наступил мой знакомый. Я, например, в таких вещах по возможности не рисковать. И вам, кстати, тоже не советую. Немножко пиццы осталось, но я, если честно, уже наелась, не хочется мне. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. В конце видео сказала Алька Емили. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok